Башкортостан примет участие во всемирной акции «Сделаем 2019». 21 сентября на 900 площадках одновременно пройдут субботники. На них приглашают всех желающих. В прошлом году республика показала лучший результат в России. Тогда на уборку вышли 132 тысячи человек, в то время как всего по стране 360 тысяч. В этом году организаторы планируют показать такой же результат. Надо сказать, что акция всемирная. Я буквально вчера общался с представителями центрального штаба в Косово. Они ожидают участия по всей планете, так скажем, 17 миллионов участников. У нас самая главная задача, чтобы это мероприятие проходило не по традиции субботников, когда выходят на уборку по указке сверху. Мы хотим, чтобы люди выходили на уборки именно по собственному желанию. Мы хотим, чтобы Всемирный день чистоты у нас прижился именно в формате праздника. В Уфе Всемирный день чистоты пройдет во второй раз. В столице определено 25 площадок. Грязные точки выбрали в каждом районе. Полный список есть на сайте администрации города. Можно выбрать для себя наиболее комфортную площадку, либо выйти во двор. Каждый житель может выйти буквально к себе во двор, собрать, привести в порядок газоны, привести территорию своего двора в порядок, сделать это совместно с соседями весело, радостно. И потом сказать, какие мы молодцы, какие мы дружные соседи. В этот же день на шести площадках проведут чистые игры. Участников ждут в парке лесоводов, в лесополосе по улицам Аврора и Трамвайной, в Кошкином лесу и на берегу озер Карьерное и Долгое. На скорость, на время нужно будет участникам разделиться на команды по четыре человека и собрать как можно больше раздельно мусор. То есть пластик, стекло, железо, бумагу. За это начисляются баллы. В конце мероприятия всех победителей мы награждаем памятными подарками. По статистике организаторов Всемирного дня чистоты в Уфе, чаще на уборку выходят молодежь и молодые мамочки. А самый популярный мусор, который собирают во время субботников, бутылки из-под Кока-Колы. И несмотря на то, что количество участников с каждым годом растет, армия тех, кто ссорит, пока больше. Поэтому организаторы акции проведут и просветительскую работу. Будем делать плакаты и объяснять, что, например, вот эта бутылка, она не является мусором. То есть на ней есть обозначение, что это PET, и она перерабатывается. И каждый ребенок, взрослый, пожилой человек, мне кажется, должны и обязаны понимать, что вот это сырье, оно в дальнейшем может быть переработано, а не будет гнить тысячами лет на полигоне. Подробная информация о Всемирном дне чистоты в официальной группе ВКонтакте и Инстаграме. Организаторы советуют одеться потеплее, взять с собой дождевики, мешки, перчатки и выходить в 10 часов утра 21 сентября на борьбу с мусором.